Добрый день! Добрый день! Громко! Отлично! Пусть будет громко! Добрый день! Давайте помолимся! Отец наш Небесный, благодарим Тебя! Славим Тебя, Иисус! Спасибо, что привел нас сюда за милю битвой! Спасибо, что мы здесь, Господи! Спасибо за этот день! Благослови, благослови и помашь Его, Иисус! Благослови, Александр, на Слово! Благослови нас, нас, слышим, Господи! Благодарим Тебя, Иисус, за Твою благодать! За Слово Твое! Во имя Твое! Молимся и выбросим! Аминь! 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 Я расскажу для ободрения маленькое свидетельство. Да. Вчера буквально мы вышли на Благовестие. В Сокольниках было очень много людей. Практически, как на базаре. Много рыбы. Там было... Мы, правда, рыбу не ели. И мы здорово поговорили с некоторыми людьми. Но я хочу коснуться одного разговора, который очень ободрил нас. Мы уже и поговорили, и поели. И Феликс там был, кстати. И уже разошлись, Феликс уже попрощался с нами. И Бюсал захотел выехать из своей парковки. А там рядом стояла машина с двумя дамами и дети еще, маленькие, вместе с ними. И он попросил их, пожалуйста, вы не могли бы отъехать, чтобы мне так без проблем выехать, а вы встанете на мое удобное место. Она так окошко открыла, или не, уже была открыта, и говорит так смело. А мне что за это будет? А Бюсал так не смутился, не растерялся. Он говорит, ну вы сами напросили. И он говорит, у меня есть для вас подарки. И он попросил у меня браслеты. И начали рассказывать. Вдруг эта дама, которая рядом сидела, она выходит, видимо, это и ее дети были за ним. Говорит, дайте и моим детям тоже. Дайте и моим детям. И они услышали Евангелие. Они так посмотрели и удивились. И говорили, спасибо, и так молча уехали. Но были приятно удивлены. И была удивительная возможность поделиться Евангелем. Давайте откроем Ереме 31 главу. книга Евангелия 31 главу. Итак, 31-32 стихи. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами в тот день, когда я взял их за работу, чтобы вывезти их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Я хочу обратить ваше внимание на вот это предложение, часть предложения, когда взял их за работу. Итак, Господь выводит Израиль из Египта. И здесь говорится также, что Господь Бог заключает с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет. И тогда они нарушили этот завет. Но я хочу, как я сказал, обратить ваше внимание, что он взял их за руку. И в соответствии с Новым заветом Господь говорит в Иоанна 10, 37, 38, что «Овцы знают голос Мой и слышат голос Мой, и Я даю им жизнь вечную, и никто…» Что он сделает? «Никто не выхватит их из руки Мой». «Я даю им жизнь вечную, и никто не выхватит их из руки Мой». Это настолько удивительно. Египетское войско пыталось выхватить их, возвратить снова в плен, но в соответствии с этим Новым заветом мы уже не вернемся в прежний плен, в котором мы раньше были. Уже никто не сможет выхватить нас из Его руки. Мы можем нарушить этот завет, но уже суть не в том, что мы нарушаем завет, а в том, что Он заключил завет, где говорит «Уже никто не выхватит вас из руки Моей». Второе. Из Своей руки Он не отпустит нас. Иногда нам самим хочется сказать «Отпусти меня, Господи! Отпусти меня!» Иногда нам самим хочется пойти по зову нашей прежней веткой греховной природы, которая по-прежнему с нами, но Господь говорит «Не отпущу!» «Не отпущу, потому что я не только заплатил за грехи твои на кресте, но я также распял твою плоть, и я не могу тебя отпустить, потому что, во-первых, никто не выхватит, но я также не отпущу тебя». И как Он не отпускает, Дух Святой поселился в нас, и Дух Святой пойдет с нами, несмотря на то, что Господь, несмотря на то, что я пойду по зову, возможно, своей плоти. Дух Святой всегда будет с нами, и всегда будет свидетельствовать, что Ты уже Божий. Что Ты уже Божий. И вместо этого всегда будет свидетельствовать о слове, которое освобождает нас от действия и от силы этой плоти. И последнее, евреям 13.5, Он нас не покинет своей рукой. Не покинет нас. У нас есть удивительная благодать участвовать в этой духовной битве, и Господь говорит, «Я не только не... не только никто не выхватит тебя, не только не отпущу тебя, но я также не покину тебя в этой духовной битве. Я дам тебе удивительное снабжение. Снабжение, все оружие из Евсианом 6 главе. Чтобы для чего? Для чего? Чтобы явилась эта удивительная слава благодати Его. Слава благодати Его, что овцы мои слышат голос мой, и я даю им жизнь вечно. Даю им жизнь вечно. Аминь. Аминь. Давайте помолимся за приношение. Отец наш Небесный, благодарим Тебя, славим Тебя, Иисус. Спасибо, Господи, за эту удивительную благодать. За то, что приношение десятиной, Господи, это не оплата за то, что Ты дал нам, Господи, по благодати. Но это удивительная благодать, удивительное привилегие, Иисус, что мы можем приносить себе, Господи, от доброй воли, Господи нашей, от свободной воли, и от счастья, Господи, из того, что Ты дал нам, Иисус. Благослови каждое чадо Божье. Благодарим Тебя за верность Твою в области наших финансов, Господи, и за мудрость. И благослови эти действительно приношения во имя Твое. Мы молимся. Аминь. О, как на параде. Девятый парад уже прошло. Смотрели парад? Да. Мы рады приветствовать. Сегодня Игорь вернулся из Китая. Написок китайского чая, наверное. И наш друг Рейнер Ферстер из Швеции с нами сегодня. Если вы услышите вдруг незнакомый язык сзади, это не переживайте, это люди не болтают, это переводы. Мы однажды с Дилярой были в Америке в одной церкви, нас пригласили друзья, и мы сели на заднем ряду, и люди, сидящие спереди, всю проповедь шикали на нас. Знаете, как придешь в театр, и там не разговаривай, не разговаривай, что такое. Потом они в итоге поняли в конце проповеди, что это был перевод, и потом целый перерыв извинялись перед нами. Мы ласка, уже думаем, ничего страшного. Вот так. Нам уже хорошо, правда? Давайте встанем, мы друг с другом так вот, друг с другом вот так вот, раз сделаем, давайте встанем, разомнемся. Да, Феликс, дай Саше пять, дай Саше пять, вот так. Слава тебе, Господь, спасибо тебе. Рита, спасибо за песню. Давайте Риту поблагодарим за песню. И вот так, Рита, всегда приезжай, и что-то на приношение у нас так вот звучало. А можешь вообще не уезжать, по благодати Божьей. И у нас будет проповедь, и мы сейчас помолимся. Вы знаете, я готовился утром к проповеди, написал один, два, три, четыре, пять, шесть страниц, и знаете, проблема в том, что я забыл их пронубировать, поэтому я не знаю, что из этого всего получится. Единственная цифра на одной страничке. Один, это вот, значит, отсюда мы начнем, а дальше пусть Бог ведет нас. Аминь. Ну и главное, что у нас есть Библия, и у нас сегодня много стихов. Отец наш Небесный, мы славим тебя, благодарим тебя за этот день. Благослови, Господь, пастора Владимира сегодня в Санкт-Петербурге, и у них через 15 минут начинается собрание, Господь, благослови церковь в Санкт-Петербурге, и нас сейчас, Господь, благослови, иди, прославься в Слове Своем, Господь, в Своем присутствии здесь, и назидаем нас сегодня во имя Иисуса, мы молимся, аминь. Итак, начнем с Писания. Будем читать Библию. Да, у кого есть Библия? У нас. У нас есть Библия. Давайте мы один отрывок прочитаем, и это будет самый серьезный отрывок о сегодняшней проповеди. и все остальное будет. 22 глава Евангелия от Луки. 31-й и 32-й стихи. «И сказал Господь, Симон, Симон, вот Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Симон, Симон, Сатана просил сеять вас, как пшеницу. Сатана просил, чтобы Петр вернулся к нему. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». И Иисус, общаясь с Петром, говорит ему, что есть и что будет. и Иисус сказал ему, что, Петр, ты, некогда обратившись, что значит, прежде ты упадешь, Петр. Я знаю это. Но я тебя прямо сейчас хочу назидать. Я знаю, что ты упадешь, Петр. Но я тебе говорю, что будет дальше. Ты, когда обратишься, утверди братьев твоих. И дальше мы знаем, что Петр речь сказал, Господь, я готов с тобой на смерть идти, и так далее. Иисус говорит, ну, ладно, Петр, я тебе скажу. Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Но некогда обратившись, я тебе уже сказал, утверди братьев твоих. Я назидаю тебя сегодня. И удивительное слово назидать. Знаете, что значит? Несколько синонимов в толковании слова назидать. Назидание. Утвердить. Укрепить. Утешить. Помочь совершенствоваться. Помочь сделать следующий шаг. Правда здорово? Помочь сделать следующий шаг в следующее место. Вести духовно. Назидать. Очень глубокое слово. Сильное слово. Назидать. И мы приходим в церковь не для того, чтобы получать порцию тумаков. Мы приходим в церковь для того, чтобы услышать Слово Божие, которое будет назидать нас, чтобы иметь общение в теле Христа с братьями и сестрами, чтобы назидать друг друга в святейшей вере. Когда мы читаем Библию, мы не хотим, чтобы Библия осуждала нас. И Бог не хочет, чтобы Библия осуждала нас. Иисус сказал, я не пришел, чтобы судить. Я пришел послужить. Мы, когда читаем Библию, Библия назидает нас. То есть, утверждать, укреплять, утешать, вести, чтобы сделать следующий шаг. Петр, ты упадешь. Я знаю, но я назидаю тебя. Все будет в порядке, потому что я знаю, ты обратишься и утверди братьев своих. Это на первой странице было. Теперь, можете выбрать, кстати, из шести, какой номер. И мы продолжим. Третье, да? Да. Но номеров нет, поэтому я могу с любой начать. так. Марк 14, 51. Евангелие от Марка 14, 51. И это тоже время, те же события. Один юноша, смотрите, 50-й стих говорит, тогда оставь его, все сбежали. И один юноша, завернувшись по ногам у тела в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его, но он, оставив в покрывало, ногой убежал от них. И толкователи Евангелия говорят, что это Иоанн Марк, который написал Евангелие от Марка, он написал сам про себя вот эту историю. Интересно, да, кто бы написал, да, про себя, что он голый убежал, когда-то пришли. Он был в одеяле, и вот это время он записал это. Деяние 15-я глава Варнава и Павел. Варнава говорит, давай возьмем, давай возьмем Иоанна Марка с собой в миссию. Павел говорит, нет, не возьмем, потому что в 13-й главе он вообще оставил нас, оставил Господа, оставил путь, к которому Господь призывал нас и просто ушел, отступил, не возьмем мы его в 15-й главе говорит Павел. 2-й Тимофея 4-й глава 11-й стих. Апостол Павел Марка возьми, приведи с собой. Он нужен Здорово, правда? Вот юноша убежал без одеяла. Вот уже книга одеяний, уже церковь послала в миссии. Вот этот юноша, который родственник Варнави, кстати. Молодой человек. Вдруг вспылил и говорит, я не пойду с вами дальше. Я устал прислуживать вам. Надоело мне тут вам есть готовить и посуду мыть. Я пошел своим путем. 15-я глава. Варнава, давай, Павел, давай Марка возьмем. Он все-таки мой родственник, давай возьмем. Павел говорит, нет, не возьмем. Последние писания апостола Павла, это тюремные писания Тимофей Тимофея Титов. Павел говорит, Марка возьми, приведи с собой. Он нужен мне. Он нужен мне. Удивительное изменение через назидание, шаг за шагом, через ученичество. Вы знаете, Марк постоянно был рядом где-то. Постоянно был где-то рядом. Он не исчез вовсе. Он был рядом с церковью, рядом с библейским институтом. И обучался, обучался и обучался. И в итоге удивительный Божий муж, ученик апостола Петра, Петр называет его своим сыном. Павел говорит, приведи Марка с собой. Он нужен мне для служения. Бог назидает нас. Несмотря на то, что случилось, Петр, я называю то, что будет, я называю несуществующие как существующие. Я Бог. Я говорю тебе, Петр, ты обратишься, я знаю это, потому что тот, кто в тебе сильнее того, кто в мире, я знаю, тот, кто в тебе поведет тебя. Ты будешь возрастать, я буду вести тебя, когда ты обратишься, утверди братьев своих. если что-то идет не так в нашей жизни, у нас есть удивительный стих, 1 Коринфянам, 15 глава, 10 стих, давайте оттуда. Готовы? Вместе прочитаем. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Что-то идет не так, Святой Дух говорит мне, ты есть, кто ты есть, по благодати Божьей. Что-то идет не так, Святой Дух наседает меня, это его служение. Потому что Иисус Христос сказал, я дам вам такого утешителя, как я сам, который напомнит вам все и научит вас всему о том, что я говорил. А я вам говорю, что ты тот, кто ты есть по благодати Божьей. Не тот, кто ты есть по званию, по родословию, не то, как ты выглядишь, одет, раздет, с одеялом, без одеяла. Ты тот, кто ты есть, ты Ян Марк, ты Божий человек. Иуда 20 стих. Это послание Иуды. А вы возлюбленные, назидая себя на святейшей вере. Возлюбленные, назидая себя на святейшей вере. У нас есть вера, которая назидает. Бог называет несуществующей, как существующей. Если мы не видим, знаете, мы можем верить. И вера, она назидает нас. Бог любит нас, Бог спас нас, Бог ведет нас. И мы выступление слышали. Он никогда не оставит, не покинет нас. Никто не похитит из Его руки нас. Вы знаете, мужу надо назидать свою жену. Жене нужно назидать своего мужа. Родителям нужно назидать своих детей. И детям назидать своих родителей. Вы знаете, церкви нужно назидать своего пастора. Ну и что, что он женился? Возможно, ему еще больше назиданий нужно. Нам всем нужно назиданий. Идем дальше. У меня есть несколько примеров, которые я записал. Героев веры, которых мы знаем в Библии, которых Господь назидал и идти вперед. кто помнит Гедеона? Так, ага, Генбель, так, запишем. Назидаем Генбеля, она помнит Гедеона. Да. Гедеон, иди и победи. Я? Да я самый маленький в семье и колено мое самое маленькое. Гедеон, возьми мою силу и иди. И оружие у тебя будет. дудочка. Музыкальный инструмент. И вся твоя команда будет играть на дудках, когда они пойдут воевать. Здорово, правда? И еще возьмите в горшке свет, чтобы видно было, что вы идете против врага с дудочками. прославляете Бога, и Бог прогонит полчища врага. Гедеон, я назидаю тебя, доверяю тебе, я поведу тебя. И твое орудие будет музыкальный инструмент. Самсон, ты думаешь, ты такой сильный, и вот с этой силой ты можешь совершить великие дела. Самсон, но я тебе хочу сказать, когда ты упадешь, ты вспомнишь о том, кто твоя сила. И когда Самсон сходил в парикмахерскую и лишился своей силы, на которую он так уповал и немножко так расслабился и возгордился, сходив парикмахерскую вдруг ослаб и стал вместо ослика или лошадки качать воду на колодце и еще вдобавок ослеп, потому что ему помогли. ходил и думал где Господь и где моя сила. Господь говорит, я твоя сила и я рядом с тобой, никогда тебя не оставлю, никогда тебя не покину. И далее написано, что когда его пригласили, чтобы позабавить на праздники гостей, Самсон сдвинул две колонны, одну и вторую, которые удержали все здание и три тысячи человек врага были убиты. Написано, что смертью своей он больше убил врагов, чем при жизни своей. Самсон, все в порядке, я назидаю тебя, не падай духом, не падай духом, волосы отрастут и сила твоя вернется. Наиминь, ты была из богатого рода, ты пошла в другую страну. ты была богатой, вдруг ты стала бедной, была замужем, вдруг ты вдова. но я хочу назидать тебя, у тебя есть теперь друг и ее зовут Руфь. Наиминь, ты думаешь, что ты мар, потому что ты стала горькой, перестала быть сладкой, но я тебе говорю, у тебя есть Руфь, у тебя есть такой друг, которого я тебе дал. который будет с тобой все это время и Наиминь, говорит Господь. Записано будет имя в родословии Иисуса Христа, потому что Руфь будет прабабкой царя Давида. Женщина из другой страны она будет тебе другом, это я тебе даю. Я назидать буду тебя своим присутствием в твоей жизни. апостол Павел точнее еще сам в 9 главе идем. Идет и дышал чем он дышал? Вспомните угрозами. Он дышал угрозами. Его дыхание угрозы в сторону церкви. И вот он встречается на своем пути с Иисусом Христом. Иисус ему говорит, что ты мой избранный сосуд. Кто я? тот, кто гнал и преследовал и убивал церковь твою Господь. Я твой избранный сосуд. Ты мой избранный сосуд. Я называю несуществующий как существующий. Апостол Павел у тебя будет новое имя. Ты Сав но я тебя назову. Ты будешь апостолом Павловым. И он скажет, я наименьший из всех апостолов. Я первый грешник. Но благодатью Божией есть кто я есть. Благодать во мне не была тщерной. И я более всех потрудился, но не я впрочем. а благодать которая со мной. Павел был обращен, пришел, пристал к церкви и его не приняли. Пришел в церковь и его не приняли, потому что его не верили, что тот кто гнал церковь вдруг обратился. И несколько лет апостол Павел назидал себя на святейше вере. Назидал себя и Иисус обучал его благодати своей. И миссии пошли во весь мир. апостол Павел насадил много церквей. И две трети Нового Завета написал апостол Павел. Бог назидает нас. Бог назидает нас. И Акад 28 глава бытия нуждался в назидании, когда он бежал написал Завладел понимаешь благословением и сбежал. Господь его отправил к дяде Лавану. Ему нужно было там назидание, когда он жил. Лаван Яков обманщик хитрец 32 глава бытия Бог говорит Яков теперь я называю тебя Израиль я тебе даю новое имя теперь у тебя будет имя Израиль тот у которого есть сила с Богом. Здорово правда? Израиль Я возьму тебя Павел Я возьму тебя Тимофей Я возьму тебя Иоанн Марк Я возьму тебя Самсон Я возьму тебя Давид Я возьму тебя Петр И я поведу тебя И я буду назидать тебя Все разбежались Двое идут в ремаус Мы то думали И вот Господь пристал И он назидал их Знаете что Каков результат Разве не горело сердце наше Разве не горело сердце наше Когда Господь говорит Назидает Назидает Давайте откроем Мы можем записать У меня есть несколько стихов которые говорят о назидании Я могу читать Вы можете записывать Я думаю они очень хорошо послужат вам Первый коринфянам Восьмая глава Первый стих Часть Б Потому что мы все имеем знание но знание надбивает а любовь назидает Любовь назидает Я знаю что это про тебя Мы можем так сказать Но знание надбивает а любовь назидает Первый коринфянам 10 23 Следующая страница Все мне позволительно но не все полезно Все мне позволительно но не все назидает Все позволительно но не все назидает 14 глава 4 стих часть Б Кто пророчествует или проповедует на современном языке тот назидает церковь Кто проповедует Слово Божие тот назидает церковь 1 фессалоникийцем 5 глава 11 стих Поэтому увещайте друг друга и назидайте один другого как вы и делаете как вы и делаете один другого назидайте Павел говорит я знаю вы так и делаете назидайте друг друга 1 Тимофей 1 4 назидание веря Римлянам 14 глава 19 стих Итак будем искать того что служит миру и взаимному назиданию будем искать того что служит миру и взаимному назиданию 15 глава римлян каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию Ефесянам 4 глава мне очень нравится этот стих 4 глава 29 стих Ефесянам 4 глава 29 стих 2 никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших а только доброе для назидания вери дабы оно доставляло благодать слушающим 3 никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших 3 Только доброе для назидания в вере Какое слово доброе? Какое слово доброе? Для назидания в вере Слово, которое ободряет меня Идти по вере Обратиться к Писанию Укрепиться в Слове Божьем Исполниться Духом Святым Взять обетование Божие для меня Быть назидаемым Чтобы оно доставляло благодать слушающим Знаете, иногда Такое слово сильное Доставляло благодать На стройку могут привести материалы Раз, мужчины оживились Доставляло Курьер тоже, да? Оживились Доставка Из пункта А Пункт П Слово Доставляет благодать слушающим Господи, помоги мне Я не могу так Мое слово Будет доставлять благодать Слушающим тебя Ты прими от меня слово Я не могу доставить благодать Если я не приму благодать Бог источник благодати И я принимаю от него И потом я могу доставить благодать Слушающим Через слово Ефесянам 4 Это же глава Седьмой стих Каждому же из нас дана благодать По мере дара Христова Каждому дана Ефесянам 4 глава 11 стих Господь Бог поставил Одних апостолами Другими пророками Других пророками Иных Евангелистами Иных пастырями И учителями Для чего? К совершенствованию святых На дело служения Для созидания тела Христова Бог поставил лидеров Чтобы назидать Назидать тело Христа Благодать нам дана Для назидания Петр Я знаю Петр Я знаю Поведение для тебя перспективы не очень хорошие Ты очень переживаешь, Петр Но я знаю Что ты обратишься Ты утверди братьев своих Я поставлю тебя апостолом в церковь И ты будешь спасти Агнцев моих Любовью моим Благодатью моим Ты будешь назидать их Ты будешь способен ободрить Иоанна Марка Который живет в отступничестве И он станет твоим сыном Ты будешь его называть так И вы пойдете на миссии Иоанн Марк Насадил много церквей В итоге Был миссионером в Египте И Был убит за мир Давайте помолимся сейчас Отец наш небесный Мы так нуждаемся В том, чтобы ты назидал нас Мы ничего не можем без тебя Ты так сказал И так и есть Но с тобой мы можем абсолютно все Мы нуждаемся в слове благодати Мы нуждаемся в слове, которое назидало бы нас Мы нуждаемся в слове, которое доставит благодать для нас Мы просим тебя Отец наш Обучай нас Быть назидающими людьми Обучай нас и принимать назидание От тебя Друг от друга Мы благодарим тебя за то, что Твоей благодати достаточно Для нашей жизни И благочестия Достаточно в любой ситуации И ты всегда будешь назидать нас И ты всегда будешь нас вести Своей любовью И никак по-другому Спасибо тебе И через тебя мы можем назидать себя И назидать друг друга Спасибо тебе, Иисус Спасибо тебе Благослови нас Благослови сейчас время причастия Спасибо, что у нас есть часть с тобой И мы будем делать это, как ты заповедовал нам Будем делать это в воспоминании твоем Благослови нас Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Аминь